А может ли депрессия быть психотической? Хороший на самом деле вопрос, потому что, как правило, мы рассматриваем депрессию как непсихотическое расстройство, ну или, как раньше говорили, невроз. То есть при депрессии у человека плохое настроение, у него снижена физическая активность, снижена психическая активность, он не получает удовольствия от ранее приятных видов деятельности, повседневные дела требуют значительных усилий, он плохо спит, он плохо ест или наоборот слишком много спит, слишком много ест, но тем не менее он в принципе плюс-минус адекватен. То есть он все видит через такую черную призму, да, все плохо, сейчас все плохо, раньше было все плохо, а будет еще хуже. И сам он плохой, и люди вокруг него тоже, но тем не менее, тем не менее он плюс-минус адекватен. А бывает так ли, что при депрессии человек адекватность ту самую утрачивает полностью? К сожалению, бывает. Варианты психотической депрессии встречаются, слава богу, гораздо реже, чем непсихотической, но тем не менее тяжелые депрессивные эпизоды вполне могут протекать с психотической симптоматикой. Чаще всего это различные бредовые компоненты, негативистический бред, бред греховности, виновности, манихейский бред, иногда бывает такого апокалиптического характера. И вот этим вот бредовым концептом, что я являюсь виновником всех войн на земле, я виноват в том, что мои дети несчастливы, я виноват в том, что окружающие родственники со мной мучаются, я негодяй и подлец, потому что я не вернул долг, когда брал там 20 лет назад. И так далее, и так далее. Вот это вот может расширяться, 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 вплоть до того, что является обоснованием и для совершения суицида. То есть не только плохое самочувствие и очень тяжелый дискомфорт, но и вот эти вот убежденности, фальшивые, бредовые убежденности в своей виновности, греховности, во всех просто проблемах мира могут подтолкнуть человеку к совершению суицида. И более того, к совершению расширенного суицида, потому что если это начинает носить такой характер апокалипсиса, когда вследствие моей никчемности, моей негодности весь мир погрузится во тьму, и лучше моим детям умереть вместе со мной, чем дождаться этой катастрофы, этой омерзительной, омерзительного засилия извращенцев разнообразного толка, вот лучше пусть они погибнут вместе со мной, так, по крайней мере, они не будут потом мучиться, страдать и тоже превращаться в извращенцев. К сожалению, такое бывает. Как я сказал, это достаточно редко, но наличие такой депрессии, такого депрессивного синдрома, такого депрессивного эпизода является уже однозначным показанием к лечению только в стационаре, потому что в данном случае человек, к сожалению, утрачивает связь с реальностью, утрачивает логику в своих рассуждениях, ну а, как мы уже говорили ранее, бредовые идеи, с одной стороны, не соответствуют действительности, с другой стороны, не поддаются критическому осмыслению и определяют поведение пациента. То есть, самые дикие, казалось бы, на наш логический взгляд действия, такой пациент вполне может осуществить. И предсказать их и предотвратить иногда бывает крайне проблематично, а иногда и просто невозможно без круглосуточного наблюдения за таким пациентом. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего, до свидания.